Могу сказать, что матч получился, он достаточно равный был, за исключением нам результата. Те задачи, которые мы поставили перед командой, на фоне усталости ребята пытались выполнять. Но опять же, мы видим, что когда нет легких ног, на фоне нагрузки сразу бросается в глаза то, на чем нам предстоит работать. Это, прежде всего, работа с мячом. Технический брак сегодня заметно увеличился по сравнению с первым матчем. Но это и, естественно, сказывается нагрузки, поэтому это нормальная ситуация на сборах. Никто на легкости не играет. Поэтому этот матч нам нужен, опять же, чтобы разобрать, почистить ошибки и готовиться к следующему матчу. Я заговорю, как наша команда вредала на фоне соперника ЗУБЛ? Ну, сопернику ПЛ понятно, что где-то, может, немножко помощнее, помобильный соперник был. Все-таки мы в разном функциональном состоянии по сравнению с Ингульцом. Но в целом, я считаю, что выглядели достойно. Посмотрели, опять же, свой уровень на фоне команды Премьер-Лиги. Следующий матч у нас будет еще с Десной тоже мы посмотрим. Поэтому можно сказать, что шажок мы сделали вперед, но, опять же, есть над чем работать. Два склада сегодня мы увидели на поле. Какие могли вас подобиться больше? Хочешь, там, друг, тайцы? Могу сказать, что у нас, как бы, не было ни первого, ни второго состава. У нас равномерно мы распределили нагрузку, смешанные составы были. Пока оценивать я не могу. Ну, как бы, то, что пропустили, допустили такую ошибку, скажем так, детскую ошибку в обороне во втором тайме. Ну, в первом тайме таких ошибок не было, скажем так, у нас. Но были ошибки в работе с мячом в начале атаки. Поэтому считаю, что один и второй состав провели ровную игру, но пропустили нелогичный гол, скажем так. У Семенова под Бодерлова раздвигали? Да, это сбор. Здесь без ошибок не бывает. Опять же, мы понимаем, над чем нам надо работать. И на теории мы эти моменты обсудим. В тренировочном процессе почистим эти ошибки. Здесь это рабочая ситуация. Поэтому это хорошо, что эти ошибки случаются сейчас на сборе, а не в чемпионате. Как вам поддержка сегодня в Бульваре? Ну, мы такое чувство, да, поблагодарить болельщиков. Как будто оказались в чемпионате у нас до дома. Группа поддержки практически весь матч было слышно. Поэтому очень приятно играть, тренироваться, когда есть болельщики, когда есть правильный такой положительный ажиотаж. Я считаю, что была равная игра. Где-то, конечно, мы находимся под нагрузкой. Ингулец уже заканчивает свой сбор, поэтому у них вроде еще одна игра остается. У нас только это вторая игра. Было тяжело. Первые минуты, потом в конце они чуть больше контролировали мяч. Ну, ножки, ножки, опять же, подсели у нас, чуть-чуть под нагрузкой, опять же. Но, не знаю, просто и реализации чуть не хватило, были моменты. И во втором тайме пропустили нелогичный гол. Поэтому, ну, есть над чем работать, самое главное. Есть тренера, которые разберут игру, нам все, мы подскажут нам, как играть в следующий раз. И, надеюсь, будет только победа. Это наш другий матч в Туречнии. На каком риме сейчас взаимодействуют с партнерами? Понятно, что есть новые пацаны и новые футболисты, которые приехали. Но, опять же, мы уже и в Кривом Роге, у нас был сбор, поэтому мы там чуть сыграли. Здесь уже налаживаем взаимоотношения на футбольном поле. Поэтому, ну, как, не на 100% еще, но, опять же, есть над чем работать и в этом аспекте. Насколько я знаю, крайне хавса твоя нередная позиция, а как ты для человека? Ой, ну, сказать, что я никогда не играл на ней, ну, я тоже не скажу, но адаптируюсь к этой позиции, опять же, куда тренер ставит меня, я буду там играть, поэтому мне нравится, опять же, есть зоны, куда я могу вбегать, поэтому адаптируйся.